Мне некуда идти. Вот так, если вы сейчас выселите, у меня нет ничего. Спустя 4 года Татьяна вновь находится в суде. Она не могла предположить, что давние судебные разбирательства, которые закончились сроком для женщины, что продала ей квартиру, получат продолжение. Дело в том, что бывшая владельца квартиры была сотрудником психбольницы. Она втиралась в доверие душевнобольным пациентам, прописывалась у них, а после смерти продавала жилье на рынке недвижимости. Квартиру, полученную подобным путем, и купила Татьяна. Согласно иску исполкома города, сделка по квартире, которая была приватизирована бывшей сотрудницей психиатрической лечебницы у душевнобольного владельца, а после продана Татьяне, является незаконной. После признания договора о купле квартиры недействительным, Татьяну хотят оставить на улице. Я разобраться в том, что это мошенническая квартира, никак не могла. Я купила ее через риэлтора. Согласно мнению юриста, несмотря на незаконную приватизацию бывшей владелицей, в момент сделки никаких нарушений не было. Он считает, что вина лежит на исполкоме города. Ведь это они не досмотрели, является ли сотрудница психбольницы родственником душевнобольного, и имеет ли право на продажу. Есть у меня сын, конечно. У него трое детей. И что я должна им на голову садиться в этой квартире. Слушание дела сегодня длилось недолго. На обсуждение обстоятельств ушел час. В итоге квартира остается у Татьяны. Я рада, что меня не выселяют. Если честно, это счастье. Потому что представить себя на улице, это просто невозможно. Все. Я счастлива, что я осталась в своей квартире. По мнению юристов, что вели громкое дело о сотруднице психбольницы, которая обманным путем присваивала себе недвижимость душевнобольных, возможно, будут еще пострадавшие и причастные к этому делу. Ведь все имущество мошенница успела продать. А значит, не исключено, что новым владельцам придется доказывать свое право на жилье так же, как и Татьяне. Артем Михайлов, Айгуль Незамудинова и Альфред Камилевский. Телеканал Эфир.